Восстановить. В Варшаву разбомбили, восстановили. Все почти как было. И у нас вот снесли гостиницу «Россия», а до нее снесли «Китай-город». «Китай-город» надо восстановить таким, как он был. Там были узкие улицы, как в Таллине, Риге, церквушки. Все восстановить. Остались фотографии, наверное, чертежи. Все надо сделать, все можно восстановить. Взять и все заново построить. Но если говорить о том, что сделать, вы вопрос не задали, но нам задавали вопрос всем, когда наступал миллениум на границе XX-XXI века. Что вы ждете от XXI века? Я сказал тогда, сейчас хочу повторить. Первое, я жду, чтобы люди убрали с планеты асфальт. Потому что самое большое зло, которое человек принес Земле, экологии, это асфальтирование. И оно продолжается, асфальтирование. Сейчас такие супер прочные химические элементы. Все надо поднять на второй этаж. Все дороги, дома, будет везде трава. Чуть-чуть дорогу поднять, я не знаю, какая высота должна. Машины могут ездить, а трава внизу будет. Все животные перемещаются. По-моему, сейчас это несложно. Понятно, тогда, когда начинался асфальт, это было сделать нельзя. Сейчас можно. Дома, здания, на севере дома, на сваях. И тогда земля задышит. Если это не сделать, мы погибнем. Асфальтирование ведет нас в глобальной трагедии к смерти. И цвет еще мерзкий такой. Еще бетонируют во многих местах. Прекратить асфальт, убрать и восстановить всю-всю-всю хотя бы траву. Ну, еще и деревья. Первое. Второе. Я сказал, что за убийство в кино надо судить так же, как за реальное. Потому что мысль материальная. И посчитать, сколько убито в кино. Ну, прежде всего, Голливуд, конечно. За коперщик убийств массовых. Десять человек можно убить. Почему? В жизни нельзя, а там можно. Почему? Если убил режиссер, создатель фильма, суд за каждого убитого. И животного в том числе. Пусть он оправдывается, присяжный. Доказывает, что так надо было по сюжету. Ладно, тогда все. Если суд оправдал, можно тогда. Ну, наверное, наверное, можно. Хотя и тут не согласен. Вот. Вот две такие вещи. Ну, и я слышал интервью с одним ученым. Светлана Сорокина давно-давно вела. Ему сто лет было. Он был засекречен. Она говорит, что такое любовь? Он говорит, что любовь бывает разная. Большая, средняя, маленькая. Сейчас я люблю собачку. Он сказал. А войны будут? Он говорит, не, войн потом не будет. Человечество сейчас в биологии развивается. И человечество найдет генагрессивность и уничтожит его. И сразу войны прекратятся. Генагрессивность. Почему у разных народов, сказал этот ученый, он разный. Обещаем, что не будет птиц и кошек обижать. Ведь обязаны все люди, всех животных уважать. Кошки, птицы и собаки, наши верные друзья. А друзей своих, конечно, обижать никак нельзя. Все давайте поклянемся, никогда не мучить их. Наших миленьких, пушистых, нежных, ласковых родных. Наших кошечек собачьих, черепашек, обезьян. Защитим от всех напастей, от болезней и от ран. Григорий Васильевич, сейчас вопрос к вам, как к музыканту, скажем так. Продолжение следует...